Дорогие мои, всем огромнейший привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша, если вы впервые на моем канале. Если вы еще не подписались, то не забывайте подписываться. Кнопочка подписаться находится внизу. А мы с вами уже приближаемся к первой распродаже, которая будет происходить на китайских площадках, таких как Шиин, в первую очередь, Алиэкспресс. И я вам хочу показать то, что мне недавно пришло. Опять же, мы поговорим с вами про качество, про то, как я буду это носить. И заодно, возможно, я смогу вас вдохновить на какие-то покупки или приобретения, или вы чуть больше узнаете ассортимент Шиин. Также оставлю некоторый плейлист с покупками Шиин, чтобы вы могли тоже посмотреть, если вам будет интересно. Также для моих подписчиков будет купон на скидку, который я оставлю внизу. Все ссылки внизу, мои параметры также будут внизу. Вроде бы все сказала, поэтому давайте скорее приступать к вещам. Давайте я начну с платья. Платье-свитер. Я вам в каких-то видео говорила, надеюсь, что оно не очень засвечено, что, в принципе, платье-свитер это такая основная база в осенний сезон. Я уже приобретала свитер в черном цвете, платье-свитер в черном цвете, также с сайта Шиин. Осталось им безумно довольно, хотя, если честно, трикотажные вещи, конкретно платье, я заказывала в прошлом году или в начале этого года. И осталось как-то не особо довольно, потому что это прям такая, знаете, был не плотный трикотаж, а тянущаяся, растягивающаяся тонкая ткань. Сейчас все-таки Шиин вот прям настолько себя модернизирует, модернизирует качество, что, безусловно, можно нарваться на что угодно, но это вторая вещь, второе платье-свитер, и я безумно им довольна. Я его купила со второго или с третьего раза, поэтому, если вы, если вам оно понравится, вы захотите его взять, ведите сразу, не ждите, его раскупают просто. Первая партия разлетелась молниеносно, вторая партия еще как-то более-менее, смотрю, остается на полагу, потому что она у меня долго лежала в корзине, и я уже готова была размер М заказать. В итоге дождалась своего размера С. В общем, платье-свитер здесь под горло воротничок. Платье длины мини, но на мой рост, оно получается, в общем-то, чуть выше колена, стандартная длина, рост мой метод 55, это тоже стоит учитывать. Очень плотная вязка, он хоть и тянется, но не сильно, то есть он держит форму, и это такой фасон, который все прикрывает все, что нужно. С плотными колготками будет хорошо смотреться. Единственное, кстати, что, скорее всего, что плотные колготки будут просвечиваться, ну черные, если мы говорим про черные колготки. С любой обувью будет палочкой-выручалочкой и в осеннем сезоне, и в зимнем сезоне, и, кстати, данный свитерочек, платье-свитер можно будет носить и с леггинцами, например, если в этом будет необходимо. Все-таки в осенний-зимний сезон хочется каких-то таких более расслабленных, уютных вещей, в которых будет комфортно, в которых вы будете не заморачиваться. Еще одно платье, это платье кожаное, я тоже на него смотрела, и, по-моему, когда заказывала предыдущий заказ, не успела его взять, потому что тоже, по-моему, оно было распродано, в этот раз успела. Это платье, мне кажется, что это аналог чего-то, возможно, аналог платья Zara, я не буду утверждать, здесь оно на пуговичках. Внутри такой приятный материал, то есть гладкий под бархат, который идет к телу, не знаю, я в нем не ходила, умру я в нем или не умру, не могу сказать, но чисто по качеству, опять же, если мы говорим про этот кожзам, он шикарный. На шин сейчас очень много кожзама, и, безусловно, нужно смотреть, безусловно, такой лайфхак, да, вы смотрите на то, как держится вещь на модели, то есть если она уже в каких-то местах, при разных углах ткань морщинится, то есть она не держит форму, где-то сминается, или же, то есть видно уже изначально, что ткань неплотная и будет некачественно, ну, не очень хорошо сядет, то эту вещь лучше не брать. Здесь же мне понравилось вот этот элемент, то есть здесь затянута, получается, кожа, она как бы подсобирает, и она немножко здесь подсобирает, и это смотрится красиво. Это платье длинные миди, и по бокам вот здесь вот такие вот разрезики. Мне понравилось, оно село на меня хорошо, размер это S, и в груди я в нем поместилась, и в талии. Также просматривая сайт Shein и его новинки, я в очередной раз запала на свитшоты, на толстовки, и в этот раз я взяла себе вот такого плана свитшот. Это у меня размер M, на самом деле можно было спокойно брать и S, потому что, в принципе, она и так идет уже с таким легким оверсайзом. Она, в принципе, меня устроила, как она села, здесь шнурки, она идет, это вроде бы не флист, но какая-то такая плюшевая, супер мягкая ткань, знаете, как мягкие игрушки. Написано, мама сита, здесь карманы, она не очень объемная, и она идет прямого фасона, почему, собственно, я брала конкретный размер M, для меня было важно, чтобы вот эта резинка снизу, она не облегала бедра, а шла по прямому крою, и чтобы вот эта часть не собиралась над резинкой, чтобы не было дополнительного объема. И я, наконец-то, получила ту самую толстовку, то есть она и теплая, и в то же время она тонкая по своей ткани, и она будет очень круто смотреться во всех осенних образах, уютная достаточно вещь, и я довольна. Их качество, кстати, очень-очень хорошее, потому что я много чего смотрела здесь у нас в магазинах, но ничего как бы не цепляет взгляд, либо это завышенная очень цена, либо цена устраивает, но качество такое себе. Еще одна вещичка, очень такая уютная и теплая, не знаю, как вы, а я люблю такого плана вещи осенью, потому что, скажем так, когда ты добираешься до работы, чаще всего я своим ходом, то есть сначала пешком, потом маршрутка, и на улице тебе холодно, поэтому я надеваю второй слой какой-нибудь, то есть это либо жакет, либо вот такого вот плана жилет, потом, приходя на работу, я могу это снять, если на работе достаточно жарко, либо же дальше продолжить там ходить. Пончо, я бы, наверное, так его назвала, тут достаточно плотная вязка, она тянется, но она, в принципе, смотрится, на мой взгляд, недешево, то есть это не удешевляет образ, несмотря на то, что это, наверное, пылестер. Здесь большой ворот, мне нравится все-таки ворот, который не сильно прилегает к горлу, не стесняет движения, здесь, видите, абсолютно никак не зашиты, я бы, конечно, здесь, наверное, прям буквально там две строчки сделала. Очень комфортно, очень уютно в нем себя ощущаешь, единственное, что на модели, как бы она была покороче, но с моим ростом метр пятьдесят пять, эта длина прям до колена получается, чуть выше колена, я не могу сказать, что меня это прям сильно смутило. Эту вещь, кстати, я тоже смогла купить не с первого раза, потому что ее также разбирают. И я надеюсь, что мне в скором времени придет еще одна жилетка, за которую я тоже охочусь, то есть она, опять же, новинка, быстро разбирают, снова пополняются, быстро разбирают, снова пополняются, если успею ее заказать, то как раз на распродаже, то вы увидите уже в следующих видео. Следующая вещь, это жилет, уже дутый жилет, и именно вот в таком вот сочном цвете. Мне на самом деле нужен был жилет в этом сезоне, потому что очень часто, когда ты куда-то отправляешься, либо это просто прогулка какая-то с семьей, где-то возле водоема, еще где-то, да, то есть, ну, в парке, и когда прохладно, вроде бы хочется что-то накинуть, но хочется, чтобы не стеснялись движения. Вот жилетка в этом плане очень-очень выручает. Опять же, цена-качество немножко не соответствовали, когда на SHEIN я увидела вот эту жилетку, это опять же, новинка была, я ее, естественно, схватила. Я не знаю, был ли там меньше размер или нет, потому что я заказывала S-очку, и немножко она вот здесь вот выходит за мои плечи. Я не могу сказать, что это меня смущает, мне отчасти, возможно, даже нравится вот эта какая-то утрированность, более такая мускулинность, возможно. Мне понравился цвет, и он не сильно рыжий, то есть, он такой все-таки холодный цвет, и он мне, в принципе, идет. То есть, опять же, в сочетании, например, с видшотом, который я вам показывала до этого, будет смотреться шикарно. Здесь идет наклепочка, дальше змейка, и очень удобно, что здесь есть кулис, к которому можно затянуть и сделать фасон такой более приталенный. Десна, осень, всегда вот этот переходный период, очень удобно такую жилеточку иметь и для прогулок с собакой, и для прогулок с ребенком, и для прогулок с семьей. Она, кстати, плотно набита. Еще одно кожаное платье, я, на самом деле, себе давно хотела кожаное платье именно в черном цвете, какое-то супер универсальное, базовое, которое, знаете, на все случаи жизни, когда ты не знаешь, что надеете, потому что все-таки в осенний сезон кожа для меня является основополагающей моего гардероба, я себя в ней очень комфортно чувствую. Вообще, в принципе, осенью, мне кажется, какую-то ощущаю определенную силу и энергетику, возможно, потому что я родилась в ноябре. Такое вот платье, здесь понятно, что ничего не понятно, у меня это размер S, оно имеет запах больше, чем у платья, которое немножко в зеленом болотном цвете, но это не едкий запах, когда заполняет, знаете, всю квартиру, у тебя начинает просто першить в горле. Здесь такого нету. Платье вот это идет уже на клепочках, и, кстати, они очень качественные. Вот такого вот плана поясочек, на который это все дело затягивается. Но, опять же, здесь кому как будет лучше. Кто-то затянет, кто-то будет носить без пояса. Для меня это платье оказалось большевато, большевато оказалось именно в Ростовке. То есть здесь достаточно широкая, видите, пройма, и талия, получается, не на месте, то есть мне, по идее, нужно вот эту часть вот так вот брать, ушивать, скажем так. То есть платье требует доработки. Я сейчас как бы еще подумаю, потому что, в принципе, мне понравилась и ткань, и как оно село, и 100% оно будет носибельно в моем гардеробе. Но я сейчас подумаю, стоит ли заморачиваться, или все-таки его попытаться продать и перезаказать. Но я не помню, был ли там размер XS. Оно больше как-то в оверсайз уходит, фасон. Ну, а так, по качеству платье мне понравилось, и по коже в том числе. Она мягкая, она чуть-чуть блестит на камере, естественно, она блестит чуть больше, потому что здесь свет. Но я поняла, кстати, что матовая кожа, она мне не идет. То есть я в ней кажусь еще более старой какой-то, я кажусь в ней такой уставшей, поэтому для меня важен именно небольшой блеск в кожаных изделиях. И последнее, что я хотела вам показать, на нем, конечно, лежали все вещи, и, походу, оно немножечко помялось, но, тем не менее, оно очень тяжелое, у меня прям рука уже устает его держать, это тренч. Этот тренч тоже один из новинок, которые были на сайте SHEIN, и он сделан из плотного материала, ну, похож на самом деле на пропитку такую, которая, по идее, не должна промокать. Но я не буду утверждать, по-моему, в черном цвете, на рукавах пряжки в черном цвете, поясочек, сзади красивая спинка, и рукава, обожаю просто вот эти рукава вточные, да, которые идут вот таким вот образом, они и не увеличивают плечи, и не съедают, и пройма здесь всегда, как бы, на меня хорошо садится. Брала размер M, потому что на модели он сидел как-то в облипку, и я хотела, чтобы он чуть более свободный был, но нужно было действительно брать свой размер, тогда бы он сел на меня комфортно. Здесь он чуть, мне кажется, как-то несуразно сидит, особенно рукава мне непонятная, то есть они достаточно широкие. Конечно, буду еще его, скажем так, пробовать по-разному надеть, либо буду дорабатывать, либо, опять же, буду избавляться, но, скажем так, он очень качественно, правда, сделан, поэтому даже подкладка, то есть настолько, она, конечно, немножечко шуршит, но все настолько сделано качественно, что просто прощаться с ним, ну, это как-то мне жалко, тем более, тут и длина тоже достаточно комфортная для меня. Но, опять же, здесь не моя ростовка, я не понимаю, что происходит с шин, то ли я уменьшилась, потому что раньше как-то было проще мне выбирать вещи, сейчас очень много вещей именно не моей ростовки получается, но, в принципе, это не меняет моего общего впечатления о сайте шин. Понятно, что там можно, помимо качественных вещей, там очень много некачественных вещей, давайте будем честными, я, на самом деле, очень часто, когда у меня есть время, каждый день там выходят новинки, и я каждый день, в принципе, их просматриваю, что-то для себя отмечаю. Конечно, из там трех тысяч новинок за день я отмечаю, там, может быть, ну, там от двух до пяти вещей максимум, да, того, чтобы подошло мне в гардероб, вот, и то, что мне по качеству, например, по меня устроило. Вот. Вот такой вот был у меня обзор, надеюсь, что он вам понравился. Напишите, будете ли вы что-то покупать на распродаже 11.11. Я, в принципе, уже сформировала заказ на сайте Shein, то, что я хочу, вот, поэтому буду оформлять, и, естественно, в следующих видео, уже через какое-то время, когда мне заказ придет, мы с вами увидимся вновь, и я вам все, опять же, детально расскажу и покажу. На этом все. Спасибо, что были со мной, не забывайте ставить пальчики вверх, если вам понравилось данное видео, подписываться на канал, и мы увидимся с вами уже очень-очень скоро. Люблю, целую, пока-пока.